Народ-то понятно. Так, в стиме уведомление пришло. Вы главное проверить, стартанула ли трансляция. Сейчас пока еще нет. Будьте там опять большая задержка, да? Да, у меня там стоит несколько килобит буфера. Нормально так. Чтобы если вдруг у меня что-нибудь отвалится, чтобы оно провалилось. Так, ну что ж, дамы и господа. У нас сегодня в Иркутске выпал охрененный снегопад. И в честь этого нам разрешили показать немножечко еще пока не вышедшей новой части Лары Крофт, которая называется Rise of the Tomb Raider. Или как Макс правильно, наверное, должен был меня поправить. Tomb Raider. Тум, там без Б. Вот, видишь, поправил, молодец. В общем, парочку минут мы ждем. И будем начинать. А я пока что напомню, что вы смотрите StopGame.ru. С вами сегодня за пультом управления Василий Гальперов. И со мной эксперт по Ларри Крофт Даур Авитсба. И тоже интересующийся похождениями расхитительницы гробниц Максим Солодилов. Да, всем привет. Звук пишет хорошо. И это замечательно. Если еще мой провайдер не будет капризничать, будет просто великолепно. Так. Сразу, народ, такое, наверное, предупреждение дам вам. Во-первых, вот эта надпись, внимание, возможно, спойлеры будут на всякий случай в углу всегда висеть. Потому что просят. Вот. А во-вторых... Так, это вот она? Не она. А просят официально или... Да. Ну, ты же читал. Да, там же написано. А, окей. Вот. И нам позволили показать не все, разумеется, не сначала и вообще ничего про сюжет. То есть мы покажем две локации, которые разрешено показывать. И будем пропускать все сюжетные катсцены, потому что... Ну, вот потому что сегодня так. То есть сконцентрируемся на геймплее и на той информации, которую Даур подчерпнул в открытых источниках. Вот. Да. Да. И сразу вопрос. Даур почему-то скопипастил описание игры 98-го года. Нет, за этим может и кроется какая-то прикольная история, но мне почему-то кажется, тебе было просто впадло писать описание. Но оно просто подходит. Все? Это вся интрига? Там та же, ну, те же нововведения, которые делались там в третьей части. Такие же обещали и здесь. Ну что ж, мы уже перевалили до 20.00, значит все обязательные вещи исполнены. И мы включаемся. Первое, что мы сегодня вам покажем, это, скажем так, сюжетная гробница, гробница пророка. Это где-то будет, наверное, первые 10 минут. А потом мы перенесемся на другую локацию и там уже будем до самого конца находиться. Играет Васян, разумеется, на Xbox One. Да. Хотя игра выходит еще на Xbox 360. В ближайшее время. И у меня забуферило, у тебя сейчас были дропы? Ну, 74, совсем чуть-чуть. Это стартовые, скажем так, дропы, это бывает. Так, у меня что-то лара подвисла там. У меня тоже, это нормальная ситуация, все, она уже отвисла. Это стартовые дропы трансляции. Ну, и, в общем-то, ларк это теперь временный эксклюзив. И я думаю, мы про это тоже поговорим. Да. Я только сперва игру немножко потише сделаю. Мне про это просто много чего хочется сказать, высказать. Ну, скажи, выскажи. Я не знаю, прям сразу с этого начнем? Не, ну, в смысле вообще. Скажи, выскажи. Я думаю, что Даур может краткий ликбез нам провести, что вообще. В какой момент времени происходит событие Rise of the Tomb Raider? Ну, с перезагрузкой вообще вся временная шкала стерлась начисто. Всех частей, которые были до этого. Вот, поэтому сразу после острова, ну, не сразу там. Вроде бы прошел год после событий на острове. Лара Крофт там подкачалась, у нее там некоторые места уже выпирают. Стали по мускулисте. Да, но физически она, может, и качалась, а ментально она наоборот. Ну, ментально это уже игрок должен ее поддерживать. Ментально? А что с ней случилось? Не, ну, в смысле, она же там что-то у психиатра, там, у какого-то мозгоправа сидела в трейлере. И что-то у нее там... В трейлере мозгоправа. Да, в трейлере мозгоправа. И что-то там жаловалась на то, что нервничала. Короче, проблемы у нее какие-то с башкой, я так понял. Или я неправильно понял. Ну, в принципе, это, по-моему, в каждой части у нее были подобные проблемы. Что-то постоянно ее травмировало. Там, в третьей части это проявлялось. Потом в аниверсаре тоже такое было, где она человека убивает. Вот, и... Впервые. Судя по тому, что, да. Ну, да, там это было, на самом деле, впервые. Вот, она даже там... Прямо отойти от этого долго не могла, кажется. Даже до финальной заставки. Ну, да, не то, что в перезапуске. Ой, ты ласточкой нырнул, это вообще клево. Да. Хорошо, что они это видели. А еще она каждый раз, когда вылезает из воды, она себе волосы поправляет, этот хвост свой. То ли отжимает она его, я не знаю. Сейчас я это еще раз вот сделаю. Вот я сейчас занырну. И сейчас где-нибудь вынырну. И она обычно... Да ема, я запутался немножко. Мне приходится немножко в неудобной позе играть. У меня тут два монитора. И оба не в полный экран. О. Да. А ты не пробовал? Я не знаю, был какой-нибудь момент, где ты был кверх ногами? Нет, не было. Мне вот просто любопытно. У нее косичка нормально вниз падает, когда она кверх ногами? Или так все равно, как бы, к спине? Потому что это было прям первое, что бросалось в глаза в перезапуске Tomb Raider. Там начинается сейчас с того, что ларк-то кверх ногами висит. Да. А волосы... не свисают вниз. Но косичка у нее свисала? Ну, хвостик. Нет, не свисала. А ты в трес-эффикс играл? Я играл на PS3 и PS4. А, то есть там был трес-эффикс? Я просто не знаю, там... Я понятия не имею. Подозреваю, что нет. Волосы пучком или? Продвинутого не было. А, не было. А в трес-эффикс у нее свисали полноценно. Ну, просто это так, ну, нелепо выглядело. Ну, да. Но здесь волосы вроде так ведут себя более-менее нормально. Никаких таких явных проблем я не видел. Вот. Собственно, я вот сейчас вот подобрал один коллекционный предмет. И, я не знаю, можно, наверное, потихонечку говорить про особенности, которые я тут увидел по сравнению с прошлой частью. Это то, что Лара, вспоминаем не самую удачную часть Angel of Darkness, здесь научилась повышать свои скиллы по ходу прохождения. Не настолько, конечно, это выглядит странно, как в Angel of Darkness, где она внезапно становилась сильнее, просто потягав какой-нибудь большой камень. И открыв шкаф. Да, и открыв шкаф. Вот. Здесь она учит языки. То есть, условно говоря, в локациях стоят такие столбы. На которых там может быть написано там по-монгольски, по-русски, по-гречески. Они открывают на карте тебе скрытые предметы. Вот. Но Лара может подойти и сказать, ой, я не знаю этого языка. И, короче, ты не можешь прочитать и открыть эти предметы. Зато ты можешь понаходить какие-нибудь фрески. Там тоже русские. Ну, мы их сегодня даже увидим. Там монгольские, греческие, вот всякие записки. И тогда она такая посмотрит на нее. А, мои знания, типа, греческого языка увеличились. И вот там показатель в углу слева всплывает такой. Типа, вот, Лара стала лучше знать греческий язык. Такие вот. Игра, в общем-то, побуждает изучать новые языки. Да. Вот. Я тут, как обычно, начинаю все собирать. Но у нас, поскольку все-таки не вся игра доступна, поэтому я особо торопиться не буду. Да, да, не стоит торопиться. Да. Почему про сюжет рассказывать будет, там, Даур? Потому что я боюсь, что я внезапно что-нибудь скажу, чего не надо было говорить. Потому что я знаю, что там чуть дальше будет. Но я расскажу то, что было в открытом доступе. Да, да, да. Собственно, поэтому и... Начинается все с того, что Лара Крофт и ее этот Джона или Джона, как его зовут? Джон Сина! Джон Сина! Как зовут этого негра, с которого она ходила? Это Макс к тебе. Ну, Джона, по-моему, из-за того. Джона, да, 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 Джона. В общем, она с этим Джоной забирается на вершину Сибирской горы какой-то, чтобы перелезть ее и попасть в... Ролик, который мы видели на Е3 этого года. Вот это как раз у меня греческий один, он там слева. Вот тут он пополнее, его показали на ютубовском канале. В общем, они лезут, лезут, лезут. Вот она находит это место, начинает бежать от лавины и потом нас кидает во флэшбэк. Так, сколько там было? Двумя неделями ранее, что ли, или что-то такое? И Лара приходит к себе домой, там у нее кто-то ковыряется в вещах, следит за ее исследованиями. Она заходит домой, к ней приходит ее мачеха и просит ее не идти по стопам отца, потому что она знает, к чему это привело ее папу. И не хочет смерти Лары, поэтому она просит ее воздержаться от любопытства своего. Но Лара говорит, я не могу это так просто оставить, я должна найти коробницу пророка и отправляется. У меня тут небольшие иногда проблемы с прыжками в бок, потому что я тут недавно проходил Code of War, и там он так не прыгал, а тут она как бы, если в бок нажимаешь и в прыжок, она любит спрыгивать с этой... А, с карниза, да? Да, с карниза, а я просто хочу залезть на него. Но это, ладно, не страшно. Вот, да, ты ничего не соврал, могу подтвердить. Вот, ну и, собственно... И вот сейчас мы там, да, в этой гробнице пророка? Ну, да, поскольку локацию называют гробница пророка, я подозреваю, что да, мы там. Вот сейчас как раз будет сюжетная катсцена, которую мне надо будет... пропустить и не показать вам. Ну да, надо, наверное, пояснить, что Васян будет отрубать какие-то вещи, потому что их нельзя показывать. Да, вот, например, как раз сейчас. Вот. Ну, это где спускаются там на веревках ее враги? А это же и так есть. Нет, так если он знает, то это в открытом доступе. Ну да, я понимаю, но мне нельзя же показывать. Ну и что, говорить-то можно? Ну, да, я расскажу то, что я видел. Давай, рассказывай, то, что ты видел. Ну, официальные эти ролики, поэтому я не думаю, что это будет запретно. Ну, в общем, она подходит к этой гробнице, открывает ее, вроде бы что-то там читает. Потом спускаются эти бойцы из группировки Тринити. Хотят ее, в общем, убить, и она взрывает, ну, эти, как они там называются, заряды, но, которые она подложила под крышу всего этого строения, насколько я понял. Не совсем все так, но я не буду пояснять. Окей, ну, видимо, там обрезано было. Наверное. Но она же взорвала эти заряды, нет? Она. Так, вот, мы прошли гробницу Пророка, все, дальше идет опять Касценка. И теперь мы перемещаемся в другую локацию, на советскую заброшенную базу. Сейчас я это все загружу. Так, у меня все пройдено, у меня все эти сохраненки были сделаны специально. Ага. Я сегодня запарился. Много тут, конечно, вопросов уже всяких разных. Ну, и если мы, в принципе, про сюжет так перестали. Да, я думаю, что там уже дальше ни Даур не знает, ни я не буду рассказывать. Нельзя, да. Поэтому я предлагаю поговорить про временную эксклюзивность и все вообще в этом ключе. Макс про свое больное. Да. Ну, в общем-то, Rise of the Tomb Raider это временный эксклюзив Майкрософта, который вот 10 ноября выходит на Xbox One и Xbox 360. На ПК выйдет в начале 2016 года, то есть уже ожидать тут по минимуму там два месяца, да. И на PlayStation 4 на третью не выйдет, и на четвертую выйдет только в конце 2016 года, то есть реально через год после выпуска. Все это очень-очень смешно и странно, потому что как вообще так получилось? И тут мы переходим уже к такой более аналитической что ли части. Microsoft, у них плохо продается Xbox One. Ну, в смысле, он может не очень плохо продается, но он уступает продажам PlayStation 4 настолько, что Microsoft перестали публиковать данные, сколько консолей они продали. Потому что в любой новости про количество продаж всегда всплывает типа, а вот у PlayStation там столько-то. И я так понимаю, именно поэтому они изобилие вообще выставлять эту информацию, потому что, ну, проигрывают. Несмотря на отказ от Kinect, несмотря на там более низкую цену, по-моему, бокс сейчас, он дешевле, да, ведь стоит, чем плоечка. Ой, ну, вообще да, его можно сейчас дешевле. Хотя, по-моему, сейчас после Paris Games Week они, конечно, сказали, что плоечка упала немножко в цене, там, 350 теперь, по-моему. По-моему, теперь они что-ли одинаковые или что-то типа того. Вот, ну, короче, понятно, что Rise of the Tomb Raider — это попытка Microsoft сделать себе такой временный систем-селлер, который будет продавать их консоль, потому что у PlayStation есть Uncharted, который отлично продает консоль. Но здесь вот очень такая двоякая вещь, потому что как вообще Square Enix, издатель, пошел на такой шаг? Получилось как? Когда они делали перезапуск, первый Tomb Raider, ну, там, в 2013 году, после выхода игры они были недовольны продажами, ну, то есть издатель Square Enix. Но, на мой взгляд, у них просто были какие-то неадекватные запросы, потому что продалась Tomb Raider, ну, в целом, вообще-то, хорошо. Просто, ну, вот почему-то Square были недовольны. И только после выхода ремастера на консоли уже нового поколения, ну, то есть уже нынешнего, они обрадовались, что там получили достаточно денег, потому что Ларка вообще была чуть ли там не одной из первых, по-моему, ремастер игр на новое поколение. Ну, так, да, в целом, наверное. То есть она там чуть ли реально в первых рядах была, то есть мы еще не были завалены кучей этих ремастеров. И на этом фоне просто там новые консоли, на них мало игр пока. В общем, Ларка их очень хорошо продалась. И на Xbox One, и на PlayStation, в общем-то. И скверы все обрадовались, деньги получили. Но при разработке второй части, естественно, если их в первой настолько интересовали деньги, то во второй их деньги интересуют еще больше. И вот этот их ход, как бы предоставить Microsoft'ам такой вот временный эксклюзив, причем так долго получается, то есть там три месяца на ПК и год вообще на PlayStation 4, без выпуска на PlayStation 3, то есть это тоже какие-то деньги они там теряют. Microsoft должны были, ну неплохо так, чем-то подкупить скверов. Мне кажется... Я просто к чему ты ведешь? Ну я вообще всю эту ситуацию сейчас обмассоливаю. Ну окей. Не, ну если... Я не знаю, этот Даур, ты там читаешь комментарии? Если там полная жопа, и все говорят, чтобы я заткнулся, я заткнусь. У меня просто бомбит. Я сейчас должен тут кого-то забанить. Есть тут просто спамщики. А админов нет. Банилка у меня есть. Кого банить? Кого банить? Ты мне ник скажи. Сейчас он появится, только он что-то исчез. Я не знаю, там что-то писал про самолет, падающий и так далее. Падающий самолет. Ну, в общем, сейчас тут происходит у меня некоторый стелс. А, вот. Аудер 500. Фишка в том, что... У меня сейчас из-за того, что две трансляции включено, немножко сложно прицеливаться из лука. Так, а я его запанил, или надо было ему там тайм-аут сделать? Да, забанил. Ладно, забанил. Падающих, забанил. Потом, пускай все там в личке ломятся и такие, ну, можно, пожалуйста, разбанить. Это уже потом отдельное дело. В общем, я тут немножко постелсил. Вот мы как раз на советской военной базе. Вот здесь стоит Ленин. Везде... Она сюжет найдет сразу после Сирии, да? Что еще раз? Она сюжет найдет сразу после Сирии. Ну... Ну, условно, да. Вот. Ну, то есть, естественно, не до. Ну, да. Сейчас уже пошел экшон, я тут немножечко подерусь с противниками в открытом бою. Вообще, больше люблю открытый бой. Мне стелс не особо в том рейдере угарал. Хотя, некоторые места я здесь умудрялся проходить и по полному стелсу. Тут можно отвлекать противников, там кинуть бутылку. Они пойдут, значит, ты его там сзади под этого ишь подрежешь. Можно стрелять в головы из лука. Можно потом еще будет... Так, это будет в какой момент? Подожди. А, нет, это мы сегодня сможем даже показать. Там можно будет крафтить предметы прямо на ходу. То есть, например, валяется вот эта вот бутылка Джека Дэниелса, непочатая, на заброшенной советской базе, значит. Вот. И ты ее берешь, используешь материалы, которые у тебя в инвентаре находятся, и можешь скрафтить коктейль Молотова. Или там из консервной банки сделать взрывчатку тоже при наличии материалов. И вот, собственно, советские скрижали вот эти вот звезда Героя Советского Союза. Правда, сейчас я, наверное, сразу покажу, что не самый лучший консультант был по русскому языку. Потому что написано... Вечная слава героям написана правильно. Потом написано КОТОРВ, буква АЙЕ, БОРОПИСВ, ЗАСВОБОДУ и НЕЗАВИСИМОСТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Ну, в общем, есть какие-то странные ошибки. Понятно. То есть, нет, на самом деле написано грамотно. То есть, это там не, как было у Юбисофта, типа, а здесь должна быть какая-то фраза на русском. Висела. Вот. Но вот почему-то какие-то непонятные опечатки тут есть. Вот. То есть, вместо буквы И там почему-то стоит Б и буква АЙ. Ну, видимо, не было, что ли. Ничего такого. Ну, как сделали, так сделали. Вообще, здесь надо на этой локации срезать советские флаги. В общем, я не знаю, почему эту игру не запретили. Вот. Но это шутка, конечно. Шутка в чем именно? То есть, в том, что их нужно срезать? Нет, в том, что и почему не запретили. А-а-а. Ну, непонятно, зачем срезать. Ну, это дополнительная задача просто. Необязательная. Ну, просто в прошлой части были вот эти вот флаги японской... Ну, да, сжигать флаги, там что-то всякое, там, срывать постеры. Ну, вот это вот оно и есть. Да-да-да-да-да. Но там это принадлежало вот этим японским захватчикам. А здесь? Ну, а здесь вот мы, не знаю, просто вот. Типа приравняли? Ну, окей. А я прослушал эти... Статуи Ленина сносить не надо. Не-не-не-не-не-не, статуи Ленина вроде не надо. Можно в него молотовым кидать, конечно, вот, но сносить нельзя. Так. Это еще. А, Соло тебя просит вот досказать свое... Это пока не катсцена. А, так у меня там много еще. А вот это вот уже катсцена. Ну, в общем-то, ладно, если возвращаться к эксклюзивности. В общем-то, Майкрософты чем-то заинтересовали скверов. Если они пошли на такой шаг, потому что скверы сказали, когда у них спросили, почему вы вообще вот решили так сделать, они сказали, мы заинтересованы исключительно в будущем нашей франшизы. И, то есть, мы приняли решение, исходя из того, что так будет для серии лучше. И вот здесь у меня как бы множество вопросов, каким образом это будет лучше именно для серии. Потому что продажи, ну, давайте на чистоту Rise of the Tomb Raider, ну, не совсем это System Seller, когда там, я не знаю, тут Halo вышел. То есть, для Xbox One есть другие, вроде как, более такие хорошие проекты. Ну, не то, что Tomb Raider плохой, а просто, ну, как-то есть другие. Плюс, вышел бандл Xbox One с 1 жесткий диск на 1 терабайт и 2 ларки. Ага, Definitive Edition и вот это. Да. Но PlayStation месяц назад выпустили Nathan Drake Collection, где три игры, тоже есть бандл, единственное, там на 500 гигов жесткий. Но, я пробил цены, в основном случае в американских магазинах, бандл с PS3 стоит на 50 долларов дешевле, чем Xbox One. Да, но у них ведь нет новинки, то есть, четвертой части Uncharted у них же там нет в этом банке. Да, но дают... А здесь есть новинка. Да, но дают доступ в бету. Мультиплеер. Да. Дают три игры, а не две. И с учетом того, что оно дешевле, то эти 50 баксов, которые ты сэкономишь, ты можешь потом на них и купить Uncharted 4. Ну, условно. То есть, не, я могу что-то в этом плане немножко как бы путать. Может, кому-то это действительно это аргумент, и они возьмут Xbox One. Это как бы их право, ничего не имею против. Но, мне кажется, чисто логично все равно здесь взять плойку, потому что дешевле, потому что больше игр, и, ну, как бы, как бы так. Поэтому, ну, если я так думаю, то может много, так кто думает. И в итоге, мне кажется, продажи именно консоли, вот именно там с этим бандлом, ну, не сильно они помогут Майкрософту. Соответственно, и сама Lark продаваться не будет очень, как бы, обильно, если просто не на чем в нее играть. Потому что, ну, у кого-то остался 360, и это правильное было, кстати, решение, что они выпустили на прошлое поколение, потому что там много консолей продано предыдущего поколения. Но, опять же, на Xbox есть пиратки. PS3 ломается хуже, но PS3 они не выпустят вообще. Поэтому, с точки зрения продаж, вот вся эта эксклюзивность, по-моему, нифига не идет Lark'е на пользу. И, как бы, что в итоге? А в итоге мы увидим, я думаю, уже, когда все это выйдет, и когда будут первые продажи. Да, но, опять же, возвращаясь к самой игре, скверы говорят, что они делают все, что выгодно для серии. И встает вполне закономерный вопрос, потому что первый Tomb Raider, перезапуск, очень сильно ругали за сюжет, за авторством Рианы Пратчетт. Спрашивается, почему опять сценарий пишет она? Хотя, по сути, это была чуть ли не самая слабая вообще сторона предыдущей игры, несмотря на то, что она была хорошая. Ну, то есть, еще можно пожаловаться, что загадок стало как-то меньше и чуть-чуть не так, но в целом, ну, добротная была перезапуск, но сюжет вот так себе. Причем, перезапуск был с целью, типа, показать там первое убийство Лары и вроде как ее становление, но в итоге новая игра называется Rise of the Tomb Raider, то есть, эта игра будет про становление Лары Крофт. Риане Пратчетт дали почему-то второй шанс сделать то же самое, что она не смогла сделать первый раз. Опять же, почему? Что за фигня? Ну, как сказал Джон Кармак, сюжет в игре не важен. Кармак это сказал давно, очень давно. Это примерно как, знаешь, когда Билл Гейтс сказал, что там нам что-то, мегабайт оперативки нам хватит еще на 30 лет или что-то типа того. 768 килобайт. Ну, условно, да, там было что-то типа того. С другой стороны, ну, Риана могла, в принципе, прочитав там отзывы критиков, фанатов, в целом понять, что не понравилось в ее истории, что понравилось и как-то, ну, доработать это. Ну, блин. Ну, на самом деле, я прерву ваш разговор, потому что дошел до базового лагеря, и сейчас немножко покажу про оружие, рюкзак и так далее. Вот, значит, у нас три ветки навыков. Есть боец, охотница и выживание. По-моему, в прошлой части было две, или третья тоже открывалась. По-моему, три было. Я, к сожалению, запамятовал, сколько было в прошлое. Помню, что в начале, по-моему, было две, потом вроде что-то добавлялось, да. В общем, ну, мы все так же можем собирать всякую лабудень, раскиданную по карте, то есть там какие-то монеты, артефакты, документы и все такое прочее. За это нам дают опыт, ну, и там за убийство врагов дают опыт, ну, за все подряд. На этом мы прокачиваемся. Собственно, вот они, три ветки. Сперва надо там потратить сколько-то в первом уровне, чтобы открылся второй, затем откроется третий. Ну, в общем, в целом классика. Тут не сильно что поменялось. Вот, поменялось. Вот в разделе оружие. Раньше было как? Во-первых, мы могли там из блочного лука, из обычного лука сварить внезапно блочное на костре. Здесь это тоже есть. Мы находим детальки. Ну, тут хотя бы ладно, как-то обозначено, все-таки военная база. Все дела. Контейнеры, которые мы открываем, оттуда кусочки пистолета достаем. Из них гипотетически можно собрать себе пистолет. Но улучшение идет несколько иным образом. Если раньше надо было просто ходить и собирать детальки, то есть одно улучшение стоило 300 деталей или 400 деталей. Сейчас улучшение стоит 10 деталей, 12, но при этом они валятся не так активно. И кроме деталек нужны еще какие-то другие вещи. То есть вот, блин, тут не подписано, вот какие-то пружинки нужны, какая-то жидкость там нужна, шкуры нужны для оплетки, например, пистолета. А какие-нибудь чертежи не нужны? Чертежи... Я просто не помню, но, по-моему, в предыдущей части не все. Прокачка открывалась постепенно. Да, здесь, по-моему, постепенно она открывается. И там надо было что-то части оружия искать, чтобы оружие собрали. Ну, смотри, да, я же сказал, что вот, чтобы собрать оружие, там надо доискать его части. Вот. А еще там, например, вот тут требуется ремесленный инструмент найти, чтобы вот эти вот улучшения делать. Пока что они закрыты. Вот. Ну, то есть вот в этом плане тут немножко все поменялось. Плюс ларку можно одевать в разные костюмы. Они, в принципе, правда, ничего... Ну, из тех, которые у меня есть, они ни на что не влияют. Вот. И то же самое с рюкзаком. Можно экипировку свою прокачивать, то есть сделать больше вместительней колчан, вместительней сумку там какую-нибудь под патроны, вместительней там вещь-мешок, все дела. Вот. И плюс к этому можно делать стрелы. Например. То есть для того, чтобы сделать стрелу, там надо, чтобы у тебя было перо, которое ты тут находишь в гнездах птичек, и палки, которые тут ломают, березку заламываешь, короче, и с нее ветки набираешь себе. Я сейчас не знаю... Ну, я тут уже пару раз показывал, но сейчас, не знаю, поблизости какая-нибудь стоит березка. То есть даже не сосенку, а березку можно для стрелы использовать? Да, тут... Ну, такая маленькая, небольшая березка, но, я не знаю, там, в принципе, для стрелы-то подойдет вполне тоненькая. Вот. Что еще? Ну, там, зайцев теперь надо убивать не просто за опыт, там, вот, шкуры-то из них, там, например, себе что-нибудь там можешь тоже скрафтить. Плюс, я не совсем, конечно, это там, знаешь, ну, поскольку нет хелсбара, как такового, да, тут опять красный экран начинается. Вот, но такое ощущение, что в перестрелках тебя не лечат. Или лечат, но очень-очень слабо. Я, к сожалению, в перестрелках мне не до этого было, чтобы прям засекать, лечат или нет, но, скажем так, лечиться надо самому. Для этого ты зажимаешь левый бампер, и вот, у тебя показано, ты можешь тоже из предметов, которые у тебя есть, сделать лечилку. То есть, вот, подорожник, короче, и салфетка, и это равно одна лечилка. То есть, ты прямо во время боя зажимаешь, Лара вот быстро заполняет этот плюсик, она себе там вот этот подорожник приматывает к руке. Точно так же ты можешь крафтить стрелы, например, вот с ядом я сейчас скрафтил стрелу, зажав правый бампер. Вот, так далее, был левый, да. Вот, то есть, прямо на ходу можно вот так вот крафтить какие-то вещи себе полезные. Вот. Собственно, мы... Красноярск. По-моему, кто-то хотел написать Красноярск, но у него не получилось. Ну, бывает. Вот. Вот, собственно, например, вот тут вот можно подорожник сорвать. Правда, это нарисовано, как будто это шиповник, ну, предположим. Вот. И вот так вот пополняешь свои запасы всякими полезными предметами. А спрашивали, загадки стали лучше или все так же печально, как и в прошлой серии? В прошлой части. Скажем так, сегодня я, ну, так могу сказать, прошел три гробницы. Нам разрешено будет просто показать, как мы дойдем до одной, так что я не думаю, что в этом есть сильно большой смысл. Но, в принципе, загадки, ну, заставляли немножко поразмыслить, но я бы не сказал, что прям, ну, ты знаешь, я там страдал и не понимал, что делать. Больше всего страдал и не понимал, что делать, я когда пытался найти ту гробницу, которую нам надо показать. И сейчас я объясню, почему. Но это там ты тупил. Ну, не знаю, понимаешь, вот она как бы, она даже на карте помечена была. И вот, то есть, но столб как бы, сейчас я просто покажу, потому что вот я уже фактически до нее дошел. Там волки еще побежали. Вот, то есть, столб указующий показывал, что гробница находится вот, вот я сейчас приблизительно встану вот в место, вот тут находится вход. Причем где-то вот тут вот под землей. Я реально оббегал всю вот эту лесопилку. Облазил там, все переделал, что мог. Уже даже там с некоторыми лучшими там агрегатами, чтобы можно было там, ну, некоторые особые действия проводить. Тоже там все сделал. Я не... Я 20 минут реально искал эту гробницу. Я не понимал, где она находится. Пока не нашел, что оказывается, вот тут где-то сбоку, вот я сейчас даже сам его опять не найду, наверное. Наверное, но я постараюсь. Здесь где-то... Мать, где он стоит, а? Сейчас, подожди. Это сложное дерьмо. Так, где-то в этом, по-моему, направлено. Ну, шахта, что ли, какая? Не, шахта... Шахта это... Ой, ё-моё, меня сейчас волки загрызут. Шахта это было мое первое предположение. Там действительно рядом стоит шахта. Ну, собственно, сейчас покажусь, как лечиться. Оп, я полечился. Пожалуйста. Вот, шахта стоит действительно рядом. Там, ну, то есть какая-то такая пещера. Я думал, а, ну, через пещеру туда. Нифига. Там меня только разве что волки погрызли. Входа я не нашел. Вот, я уж думал, ну, забить окончательно на это дело. И когда я пошел уже дальше по сюжету, там что-то ходить, просто меня снова в эту локацию занесло, я увидел, вот, я увидел стоящий одинокий кран с подвешенным бревном. И активная вот эта вот маленькая штучка, в которую надо выстрелить, и бревно пробьет какой-то колодец, и вот там вот находится та самая гробница. Я серьезно, я бегал тут все вот, потому что указатель реально показывал куда-то вот сюда вот приблизительно. А она не сюжетная, эта гробница? Она не сюжетная. А, ну тогда это прикольно, что это так сделано. Ну да, это единственная из трех, которые я действительно вот так вот искал, но вот как бы вопрос не столько к самой загадке, потому что загадку я в принципе там, ну, хотя там тоже немножко подумать надо было, но я ее разгадал быстрее, чем я нашел эту гробницу. Спрашиваю, что я с технической точки зрения? С технической? Ну, в целом, вот сейчас мне неудобно играть, потому что у меня одновременно два потока показывается, ну, поэтому есть некоторые у меня проблемы в прицеливании, потому что гладкость, немножко отсутствует изображение. А так, ну, в целом идет 30 фпс, насколько мой глаз мне не дает соврать, ну, или что-то около того. Вот, и, ну, разрешение не знаю, но оно вроде 1080p должно быть. Или же, если у вас есть какая-то другая информация, то скажите. Потому что, ну, на глаз я не могу определить разрешение, там, 1080p или 900p. Ну, вот так вот прям вот 100%. Ну да, я такое тоже не отличаю. Слишком уж охеробно. Ну, обещали 1080p. Ну, значит, 1080p. То есть я, как бы, претензии к визуальной составляющей у меня нет. Так, ладно, пойдем дальше в сюжетную сторону. Вот как раз стоит какая-то березка, вот мы ее... А у тебя на русском озвучка? Да, на русском. Вот это просто спрашивали, нашлась ли достойная замена с тоном Камилу Ладдингтон. Ну, так и прошлый же Том Райдер тоже был на русском. Это я не знаю. Но тут просто кто-то спрашивал. Это не мой вопрос. Прошлый Том Райдер вроде бы тоже был на русском, и там вроде бы та же актриса русская дублировала. Так что, ну, вот, включите, узнаете. Ой, 4. Ну, единственное, что я хотел там дополнить про сценарий Рианы Пратчетт. Ну, то, что он вообще неплохой, он подходит, в принципе, для Лары Крофт. Только из него нужно было процентов 50 вырезать. Офигеть, подходит. Просто половину вырезать. Но там много лишнего было. Понимаешь, это просто, что оно лишнее. Ну, то есть, как бы, без этого бы ничего бы не пострадало бы, если бы это убрать. Да, но стало бы лучше. То есть, не то, что там есть противоречивые какие-то вещи, хотя вот это вот, ну, действительно, там вот это заявление о том, что вот мы покажем, как Лара Крофт там, она впервые там убила человека, и это было для нее тяжело. Ну, вот это вот не стоило говорить в первой части, потому что там вот эти страдания длились ровно, ровно три минуты, пока шла одна заставка, дальше, типа, ну, я уже убила человека, значит, можно и еще нескольких убить. Несколько, десятка. Да, я сейчас тут скоро добегу еще до одной, скажем так, немножко странной особенности игры. она будет буквально вот скоро, но я скажу, когда. Касательно местной, немножко торгово-финансовой системы. А ты доходил до прокачки лука на атаку двумя стрелами одновременно? Скажем так, доходил, но не прокачивал. А можешь минировать трупы? Доходил, но не прокачивал. То есть, это все прокачивать нужно? Да, 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 это все навыки Лары, которые надо прокачивать. Теперь уже упал. От меня вопрос. Это все, извини, пожалуйста, это ты сюжетно так скатился с горы? Ну, как сказать, не то, чтобы сильно сюжетно, но в целом да. Ну, то есть, мне по сюжету туда надо идти. А, понятно. В эту сторону. Только по факту по обходу мне надо идти, но просто мне вот сейчас показали, типа, нет, так ты не попадешь. Да, что? Че с ачивками? Мультиплеер нужен? Ой, а, кстати, вот не знаю. Я даже не заходил. Давай сейчас, я на всякий случай включу заглушку, потому что, мало ли, там какие-нибудь спойлеры в ачивках. Подожди, а тут же нет мультиплеера в новой части? Нет? Нет. А там... Тут есть какие-то соревновательные, типа, рекорды. Да, вот там есть какая-то, это, непонятная экспедиция, где какие-то там режимы есть. Не знаю, насколько они мультиплеерные, не смотрел пока. Но давай посмотрим. Блин, ну если нет мультиплеера, то это хорошо. Это хорошо? Потому что мультиплеер в предыдущей части был, как бы, ну, совершенно ни о чем. Так, сейчас давай посмотрю, есть ли мультиплеерные трофеи. Так, поразите 15 оленей. Победите в 15 стычках после завершения игры. Вот непонятно. Это секретное, ладно, хорошо. Пройдите 3 повторных испытания за одну игру в режиме битва за очки. Вот тут есть какие-то режимы. Завершите уровень в режиме битва за очки, битва за очки. Есть, короче, какие-то вещи. Не знаю, сам пока их не пробовал, вообще не представляю, что это такое. В меню там это есть, но... Но сегодня мы этого касаться не можем и не будем. Ну вот в самый первый Tomb Raider, он выходил на Engage. Такая игровая приставка телефона от Nokia. Там был мультиплеер такой, то есть два человека на этих Engage'ах могли играть друг с другом, но они как, они видели, то есть ты видишь Лару его, а он видит Лару твою, рядом с собой бегающую. И тоже нужно было там на время бегать. Ну вот может, что-то похожее здесь, но это не сегодня. Я думаю, кстати, что можно сказать, мы, наверное, сделаем потом еще второй стрим по Tomb Raider, когда уже игра официально выйдет и официально можно будет стримить полноценно. И мы там уже кат-сценки и другие локации покажем. Я думаю, Даур не откажется еще раз не участвовать. Я вообще сейчас смотрю, мне так нравится. Я слышу зависть в голосе. Ну, блин, конечно, из-за того, что мне приходится два потока одновременно пускать. Некоторые проблемы с координацией Лары Крофт бывают. А у нее наряд можно менять здесь, в Сибири? Ну, я же сказал, там вот у костра можно какие-то куртки другие надевать. А, то есть это все равно куртки там... Нет, да, в бикини она не бегает. Может быть, после прохождения игры там дополнительный костюм бикини откроется какой-нибудь, но я не знаю. Куртки менять можно. Так, сейчас, все, сейчас... Не, она даже в легенде в бикини бегала только у себя в поместье. Там нельзя было одеть его на выход. Так что, я думаю, это традиционно не получится. Время легенды прошло много времени. Вдруг уже можно. Сейчас нравы изменились. Ну, хорошо хоть без бороды бегает. Да, это хорошо. А то сейчас это модно. Борода стресс-фикс была бы. А вообще, слушай, говорили, что типа больше придется именно выживать. В чем это выражается? Есть вообще какие-то ощущения? Ну, как сказать. Ну, вначале мне постарались сделать такой небольшой кусочек типа вот выживай. Ну, я бы не сказал, что прям это сильно отличается от того, что мы видели в прошлой Ларке. То есть, по моим субъективным ощущениям, ну, может быть, враги стали немножко сильнее бить. Вот тебе надо аптечки использовать, скажем так. Там стрелы крафтить, да, на ходу. Так, что там? Какие-то люди мне пишут сообщения. У меня так волосы на ветру развиваются. в прошлой не было такого. По-моему, они в этом на этих на консолях нового поколения оно уже шло так нормально. Ну, тут, да, тут получше с волосами стало, как мне кажется, чем было просто в Tomb Raider. Скажите, сколько нас вообще смотрит человек? 1968. Вот, я нашел советский столб, на котором написано вечная слава. Сейчас, подожди, вечная слава. Блин, я только что, прости, пожалуйста, я только что понял, что 1968 это же дата рождения первой Лары. Первой. А к чему это, подожди, было? Можно вопрос? А у нас зрители столько. А, ничего себе, какая ссылочка, ты посмотри. Даур, слушай, а в перезапуске у нее сменилась дата рождения? Да, конечно. Она же, ну, теперь, я не знаю, ее вроде не объявили, ее дату рождения, но теперь понятно, что она осовременилась. То есть, вот, как бы мы видим, что на памятнике написано вечная слава героям, которые вору боро пис за свободу и независимость Советского народа. Союза только. Вот. И Лара, прочитав это, сказала, здесь указано место тайника. То есть, я подозреваю, что греки, которые тут тоже могут прочитать греческие столбы и монголы, которые могут прочитать монгольские столбы, тоже там видят некоторые странности. можно ли сбивать сосульки? может, в этой надписи было что-то зашифровано, может, эти буквы, которые неправильно написаны, они что-то означают. Да, это координаты. Что-то странно, что он тебя не заметил. Кто? Он вроде лицом сюда стоял. Я довольно далеко стоял. Ну, плюс я играю, они на максимальной сложности, естественно, потому что мне так трудно с двумя потоками одновременно играть. Хотя, в принципе, там снег, ветер в лицо, они тоже глаза прищуривают. И вот мы подошли до такой немножко, как мне показалось, странной штуки. Сейчас я тут снова советскую пропаганду прочитаю, снова ту же самую фразу и каким-то образом повышу свой навык русского языка. Вот, я вламываюсь вот в эту хибару и внезапно меня встречает враг, который орет, что он, короче, типа, я на твоей стороне, я там не за них, троица мне неинтересны. Вот, я готов дать тебе новое всякое оборудование прикольное. То есть, условно говоря, можно взять дробовик, автомат, глушитель, какие-то веревки для забирания наверх, тут вот что-то лазерный прицел для винтовки, костюм диверсанта, чтобы это не значило, ремесленные инструменты. В общем, вот это все можно взять за определенную плату. плата, она, сейчас скажу, она, он, он берет плату сейчас, как это называется-то, господи, короче, какими-то этими, а, монетами, какими-то дублонами, короче, он берет, которые ты тут откапываешь повсюду, потому что ему нужна валюта, которую, типа, не отследить. И вот, вот этот магазин мне показался каким-то странным местом, потому что, ну, вот это по факту враг, да? Вот что мешает его пристрелить, как и всех остальных, которых Лара пристрелила, и забрать вот этот весь лут? Обсуждайте это. Чем искать какие-то закопанные дублоны там и у него покупать, вот, например, зажим для веревки позволяет быстро подниматься по веревке. Стоит 30 дублонов. Ну, Лара, она же там воспитанная, аристократка, она не может просто так убить его. Да, если он дружелюбно настроен. Хотя... Понимаешь, твоя претензия будет иметь право на жизнь, если он тебя в какой-то момент предаст. А почему я не могу его в какой-то момент предать? И не кричать никакие дублоны. у тебя даже в доме волосы развиваются, как будто там сквозняк просто. ты знаешь, не, ну смотри, тут все-таки дырки-то в доме есть, и крыша, знаешь, не самая такая. Так что это может быть еще. Вот, ну сейчас я куплю пистолетный глушитель, например, за 25 дублонов. Вот, и теперь у меня на пистолете вот такой вот глушитель на моем револьвере. Ну вот, собственно, вот так вот. Так, это нельзя спрашивать. А что, мне просто интересно, спрашивать-то можно, отвечать нельзя. Нет, ну спрашивать можно, типа, что здесь с мистикой в игре? Ну, то есть, это по сюжету уже, по идее. Ну да. Спрашивали, Васян, действие в Сибири происходит, видел что-нибудь знакомое? Так, тихо, подожди, у меня тут кат-сценка. Знакомое, мне на самом деле местные вещи немножко напомнили игру Кхолад. Потому что, вот, когда там Лара остается одна в заснеженных горах, ну, как-то ощущения похожие. Так, сейчас, тут куча заставок в этом моменте. Вася и Максим, давайте дисказ, за что стоит любить Uncharted, за что Ларку, в чем их различия. Я не играл Uncharted пока. Ларка, она какая-то слишком, она на серьезных щах вся. Uncharted на веселых щах. это как вот ну, не знаю. Одно это Индиана Джонса, второе, я не могу придумать серьезных археологических этих фильмов на вот так сразу. Ну, типа, какой-нибудь там этот Николас Кейдж, где играл. Ну, да, я просто его не смотрел, поэтому не знаю, насколько там серьезным было. Не, ну, с точки зрения игрового процесса, они похожи очень. Да, да, но на самом деле не совсем. Все-таки, ну, Uncharted, это вот прямая труба. Tomb Raider, это широкая прямая труба. Wide Linear. Wide Linear, да, то есть ты попадаешь в довольно-таки, ну, широкенькую локацию с множеством, так, тихо, опять у меня катсцена, со множеством каких-то проходов, ходов сюжетных и несюжетных, вот, и пожалуйста. Вот, в Uncharted такого нету. То есть она все-таки больше так, ну, все-таки чуть более эксплоринговая такая. А вот тебе самому, ну, исходя из того, что ты видел в сюжетных катсценах там и так далее, тебе интересно вообще идти дальше по этим локациям широким трубам? Мне интересно по ним идти просто потому, что я подобные вещи, ну, с открытым миром, ё-моё, опять заставка, что ж ты? Просто потому, что я люблю вот ходить там, собирать всю эту лабуду раскиданную по этому миру, да. Что до сюжета, то, ну, он тут, знаешь, такой немножко, ну, вот из-за того, что он на серьезных щах, он такой как-то воспринимается, как, ну, вот просто мы идем, чтобы плохих парней остановить. Ну, несмотря на это, все равно там много нереалистичного. Но серьезно, да. Я про реалистичность вообще не говорил. Так, ну, да. Почему ты сказал суровый реализм? Или что-то типа того? Реализм я слова не употреблял. Я на серьезных щах говорил. Ну, в общем, не суть важен. Мы поняли друг друга. Так, вот, как раз сейчас изготовим. Сокровище нации тоже на веселых щах. Ну, да, там тоже, в принципе, было так довольно, довольно забавно. Ну, предположим, да, давай тогда возьмем, например, Кот да Винчи. Вот, это немножко не то, но тоже, как бы, приключенческий фильм на серьезных щах, где тоже, там, скажем так, немножко археологии, тайны, загадки, злая организация, главный герой, который против нее борется. Ну, вот, наверное, так. Ближайшее, что мне пришло в голову, там, Кот да Винчи, этот, ангелы и демоны, ну, то есть, вот, все, только они там про религию, в основном, тут не совсем. Вот, слушай, хороший вопрос, что-нибудь про транспорт есть? Про транспорт? По катушке на чем-нибудь? Нет, не было. Они в интервью говорили, что не будет в этой части. Вот, значит, что мы тут видим? Росси, опять почему-то и буквой Ай написано, Российская империя, у нас в империи написали буквой Ай. это на украинском? Да, в Сибири-то на украинском. Северный Ледовитый Океан, ну, с твердым знаком, ладно, раз это Российская империя. Я не помню, в Российской империи писали с буквой Ай, или нет? Наверное, да, и раз это империя. А почему тогда вот здесь я вижу ЕПИСЕ... Подожди, мужик, не мешай мне. Какая-то там ЕПИСЕЛЬСКОЕ губерния, и тут И нормальная. Слушай, а там карта точно Российская империя? Иркутская, Иркутская губерния, Иркутская с буквы И нормальная. Почему вот тут вот И... Ну, заметь, там в условии империя одна и обычная. Да, да, да. Тоже, кстати, интересно. Вот, но... Сургут, Томск, там в конце эти твердые знаки стоят. Да. Ну, то есть, нет, ну, раз это империя, то это, конечно, во времена твердых знаков еще было. Просто с буквой И какие вещи. Я думаю, они скачали эту карту просто где-то. где? В институте. В гугл. Пускай нам ответят в комментариях, действительно ли так как-то писалось, и почему и в слове империя одна и нормальная, другая и ненормальная. Вот тут, кстати... А, в начале слова не писалось, это английская. Хорошо. А почему китайская так же написана? Китайская и правильная, а империя и неправильная в конце. Иркутск, ну, ладно, с первой правильной. Нет, тут что-то, что-то... Подождите, у нас тут серьезные вещи. Никаких других стримах вы это вряд ли увидите, там иностранных. Чтобы разбирались, почему тут в картах такая... Нет, империя, смотри, китайская империя тоже и такая. Так нет, а в слове китайская это и нормальная. Но там, видимо, есть отличие. Есть какое-то отличие. в первом слоге ее не заменяли, я не знаю. Сейчас я буду искать слоги. Ладно, короче, короче, напишите, в чем мы можем быть неправы в этом плане. И почему в Сибири такая карта? Причем во времена Советского Союза висит карта Российской империи, вот это тоже интересный вопрос. А они же здесь что-то искали из тех времен тоже на этой базе. Ну... То есть, это советская база, насколько, ну, догадываюсь, она здесь... Не, подожди, окей, я готов признать, что они что-то искали, но столбы, которые вот там героем Советского Союза, их же явно ставили до, точнее, после уже империи. Почему там тоже и неправильное написано? А, это уже не знаю. Слушай, зато говорят, на карте Красноярска правильно был написан. Да? Окей, может быть. Вот, но вообще, да, клюква. Понятно. этого стоило ожидать. Ладно, не самая худшая, на самом деле, клюква, в плане написания всех возможных вещей. Уж лучше, чем Фома Кинеев. Не, ну уж лучше Фома Кинеев, чем вообще там какой-то набор букв. Я и говорю, Фома Кинеев, я это имел ввиду, отсылку к набору букв. Ну, в каком-то фильме. Вы меня сбили, я чуть катсцену не показал. Идентификация Борна, там же тоже. Так это и был Фома Кинеев. мы про это и говорим. Да, Фома Кинеев, это оттуда как раз. Причем, в первом фильме писали вот это лбжкш, ну, то есть, если альтшифт нажать и написать Фома Кинеев, было вот это. А во втором фильме там уже было нормально Фома Кинеев написано, хотя паспорт один и тот же. Наняли, видимо, консультанта. А, Вась, вот еще что хотел спросить. Что хотел? Ты там поиграл достаточно, наверное, чтобы уже знать, много ли там вот этих NPC союзников, ну, у которых там можно какие-то квесты взять, там еще что-то. Смотри, до квестов мы, во-первых, тут есть побочные квесты. То есть, например, мы вот сейчас отсюда выберемся и снова попадем в ту же локацию, я покажу. Там к тебе подходит мужик, говорит, короче, у меня есть такой квест, если ты его выполнишь, я дам тебе отмычку. Ох ты. Да, и ты выполняешь квесты, и он дает тебе отмычку. Вот. Что же касается сюжетных, ну, я встретил тех, которые с тобой, ну, таких важных человеков три, наверное. А, ты еще не попал к ним в лагерь? Вот, к союзникам? А, это уже, как бы, я попал, если ты об этом. Понятно. И там не у всех, ну, то есть, там даже уединись. Не, народ есть, но они такие, статисты. Я именно про тех, с которыми ты, как-то, как-то хоть взаимодействуешь. Ох, понятно. Полноценно. Так, вот тут тоже стоит Станта Ленина. Я тут пока вынес их с лука. Это уже поинтереснее. Я догадывался, что они могут каких-то, ну, союзников ввести. Потому что это все-таки не остров, здесь жилая зона. Ну, я не уверен, что сибирские горы это сильно жилая зона. Ну, там вроде поселения есть. Если только в этом, в умере Анны прачат, это жилая зона, у нас как-то в горах особо не живут. Вот я сейчас, использовал ядовитые стрелы, они врезаются, и такое облако яда образуется, и враги в нем умирают. А какие еще есть виды? Все, пока никаких больше. А огненные... Даже если бы они и были, я об этом не могу говорить. А, окей. Но огненные, в принципе, и в прошлом были, и заставки были. Но я их еще не находил, если тебе это интересует. Она зажигалку забыла дома, наверное. Наверное. Слушай, а с нее куртку сняли, походу, да, когда ее посадили в тюрьму? Да. Ну да, тут уже народ сисечки просит показать. Давайте. Она их, видите, ей холодно, она их закрывает. Сейчас, ну вот она их, она их закрывает, я не могу. Сейчас, надо к стенке встать, обычно это работает. Или может в теплое помещение зайти. Кстати, спросили, почему у нее лицо изменилось. Тут с прошлых событий вроде как больше года, года прошло. Ой, там это лицо, что-то в Definitive Edition еще менялось почему-то. Да, они в Definitive его еще перерисовали. И здесь, по-моему, опять перерисовали. Да-да, здесь оно повзрослее, ну по-моему, оно пореалистичнее стало. По-моему, оно все равно не похоже на предыдущее. То есть, ну, настолько изменили его. Если вы в Definitive Edition поменяли лицо, то вы же, наверное, должны были, ну, вы уже знали, что Racer за Tomb Raider будет. Ну да, да, так в том и суть. Но просто, говорю, его, по-моему, еще изменили, его не состарили, а именно перерисовали. Ну, как-то да, у нее глаза сильно изменились. У нее там они были немножко японские. у нее тогда сделали такой азиатский разрез глаз немножко. Сейчас, сейчас обратно вернули как-то. Вот, тут, кстати, есть дополнительная миссия, можно ломать красные ноутбуки. Вот, и, мне кажется, здесь она больше на Камилу похожа. Наверное, для Motion Capture решили подогнать внешность. Да, слушай, чертова зная. Что проще было. Ну, вот, непонятно, что они сразу-то так не сделали, потому что тот же Uncharted, там, Дрейка, ему морщины с лица добавили те, которые у Нолана Норта. Ну, смотри, в Uncharted тоже у нее лицо менялось от части к части. Да, но не сильно, мне кажется. Ну, между первой и второй очень сильно. Ну, там в целом графон подрос. Ну, да, да, я понимаю, но как бы... Это просто, знаешь, из серии, типа, старое лицо с новой графикой, и вот там новые полигоны, и уже черты лица изменились. Это как все думали, что, там, пока было у нас антенное телевидение, что все ведущие молодые, как появилось HD, ты каждую морщинку теперь можешь разглядеть. Костян говорит в комментах, что сначала ее лицо пытались приблизить к Legend Anniversary, ну, к той трилогии, и теперь перерисовали поближе к няшке Камиле. Лагерь номер 4 написано. И вот Ленин стоит с рукой. Правда, почему-то он руку держит как-то, ну, не как Ленин. Ленина хочет захватить мир. Да, он как будто хочет захватить мир, а Ленин вообще указывал, верной дорогой идете, товарищи. Ты можешь, кстати, какой-нибудь ракурс подобрать, мол, типа он на ладошке держит Луну, или там что-то типа. Подожди, так, это челлендж. Подожди. Где? А где Луна-то вообще? Да это же горы тут. Что там, Луны нету? Не завезли. Не, ну, можешь попробовать, чтобы он лампочку какую-нибудь держал, чтобы спесило. Сейчас, подожди, сейчас, почти. Ну, вот так вот оно, лампочка Ильича, вот эта вот инсталляция называется. А потом ты можешь такой, ладно. Я оставлю это без комментариев, потому что иначе это получится слишком политической шуткой. Вот пишут, самое обидное, что они над анимацией почти не парились, все перенесли из 2003-го, 12-го. Ну, если Лара бегала каким-то образом год назад, я думаю, у нее сильная походка и бегать не изменится. Ну, да, но он как-то, все равно, что не каждый раз прыгаешь одинаково. Ну, это да. А, да, у меня же теперь лук этот есть, который веревки стреляет. Мне вот единственное, что не нравится еще с прошлой части, потому что у нее рот постоянно открытый. Ну, как будто нос заложен. Заложен, да. Да, это ж зима, она бегает, смотри, без куртки, ну вот. Ну, бывает врожденное еще, что там, как-то там зарастает крячик. нос. Ну, трудно дышать с детства, потом там оперируют люди. Наверное, у меня не правильно. Ну, вот, понимаешь, это приближение к реальности, что Лара не супергероиня, а такой же человек, как и все. Как и все, да. Я говорю, в конце кажется, что она лесбиянка. Как и все. Как и все нормальные люди. Да. Вот, народ пишет, что так сексуальнее, с открытым ртом. Да, блин, ей это должно быть по барабану где-то там в Сибири. Зато у нас на афишевание закрытый рот. У нас правильно афишевание. Да. А почему она тебя несет, кстати? Это какое-то личное пожелание было? Нет. Я вообще не в курсе был. Я афишевание увидел самый последний. Так, что написано? Борбата, барбата, струдовите, зло, полуки, е, д, твердый знак, лг, на всякий работник. Что это значит, ребята? Пишите в комментариях ваше мнение относительно вот этого плаката. Бабрата, вот этого вот, бабрата за основу взято. А твоя 5, да что ж тебя-то. А на связи держат с этим с Джоном? С Джоном Синой? Ага. Нет. А с кем она говорит по рации? Слушай, ну вот так. А, ну, окей. С кем-то неизвестным, то есть, да? Кого еще не встретил, кто еще не встретился, или он встретился? Он... Короче, забей, вот. Ладно, короче. На всякий случай просто забей. Игра выйдет через неделю с лишним, я тебе расскажу, с кем она держала. На всякий случай. А вот еще, слушай, ты вначале там, когда бегал в первой гробнице этого пророка, ты же был в безрукавке какой-то, если мне память не изменяет? Ну, наверное. Да, да, да. В майке. А у меня волосы под мышками растут? Блин, ну, это еще смущало, как бы, в предыдущей части, потому что они там все на StressFX, на настоящие волосы, а как бы, а где, а что? Или она там удалилась, или все? Я не знаю, это. Ну, скорее всего. По факту, это не катсцена, но ее можно пропустить, поэтому на всякий случай показывать не буду. Я думаю, в Британии еще не 70-е. То есть, уже не 70-е. Это ты к чему? Ну, она же из Британии. Ну, и? Ну, я думаю, они там убирают все из подвышек все убирают. Нет, ну, в смысле, она может, как бы, может, она бреет, но, или она прям удалила, там, не знаю, как там их выжигают. Пожизненно? Не, ну да, есть такая фигня. А, не знаю. Типа, лазерные, там, не пилятцы. что-то выжигают как-то. Не знаю, по-моему, учитывая, что на Сибирь поехала, я бы не брил бы ничего. Ну, по-моему, куда как, практичнее быть волосатым, как можно больше. Холодных. Говорят, у меня бы лишь бы волосы на теле побрить. Ты просто хочешь подружиться с Ларой Крофт? Разумеется, кто не хочет. Есть теория, что она в огне все спалила. Есть теория. Но тогда она и волосы на башке могла спалить. Нет, это же новое у нее сейчас стресс-эффикс. Она пошла в клинику Real TransHire и, короче, так, это вот что? Опять катсцена или что? Я не знаю. От АМД. Такой фукин цов. На самом деле, это вот не сюжетное, но я ее уж так и быть не буду показывать. Тут Libertarian, в общем, в комментах пишет, сегодня глянул мое превью и говорит, что не хватало тонко как-нибудь обгадить серию Uncharted. Ну, Не то чтобы обгадить, но я там На нее намекнул На обгаживание Посмотреть Я же не играл в нее, поэтому я обгаживать Не мог Просто Огромному количеству в комментариях Это вообще не мешает Посмотреть три скриншота И обгадить все, что можно на них Вот сейчас, кстати, как раз появился предмет Который можно создавать в руках Это ты берешь консервную банку Которая лежит где-то на уровне Зажимаешь Зажимаешь кнопку правого бампера И если у тебя там есть некий горючий материал У тебя получается бомба в банке Ласта фас Ну, типа того, да Вот сейчас опять повторю Ну, на самом деле, я уверен, что мне понравится Uncharted, когда я в него поиграю Но любой спларки все-таки не исчезнет От этого А любовь не исчезнет? А любовь не исчезнет, почему? От любви надо страдать А когда, а когда не знаю Вот тут ведро рябины валяется Ой, ведро, господи Корзинка Ну, корзинка тоже Русская корзинка Да, корзинка с рябинкой Они не ездили в Сибирь, кстати? Никто не знает для вдохновения? Ну, ко мне нет А то бывает, разработчики разъезжают Бывает Бывает Разъезжают Ну, вот сейчас тебе подсказка, как раз с кем она связывается Если будешь внимателен, то поймешь Это не в заставке, так что все нормально Смотрю, смотрю По кончению Ну, вон она По имени спрашивают Кто-то ехал за кто это Ну, это тот мужик, который со мной рядом бегает Еврей какой-то А, понял Яков То, что я увидел на этом стриме, по-моему, ничем не хуже Uncharted Ну, такая мы не говорим, что хуже Мы вообще-то Ничего плохого не говорили Да, здесь просто, ну, напрашиваются параллельные сравнения Потому что, ну... Игра одного жанра Да нет, просто... Мало у них, как таковых, отличий То есть, перезапуск, ну, явно был... Инспирирован Вдохновлялся Uncharted'ом очень-очень И есть даже некоторые забавные сходства Типа в Uncharted'е во втором был снег, и здесь снег Но здесь вначале немножко пустыни Как раз вот в этом, в гробнице пророка там были Вот, просто... Не, в Uncharted'е это все равно хорошо В Uncharted'е там... Вообще вот события каждой игры, они... Ну, по всему миру проходят Или там на какой-то одной локации всегда Первой на одной, вторая, третья уже по всему А, ну, то есть во второй там не везде снег Не во всей игре Не, но основная часть А Да, слушай, как сказать? Ну, большая часть все-таки в снегу По процентном соотношении джунглей, снег, город снег выигрывает Ну, то есть снега там процентов 30, наверное Может 35 Ага, ясно Я смотрел ваш стрим по... Ну, вот, трилогии Ну, только я не помню, вот какую часть вы играли Где он с этой, с Еленой бегает там По каким-то развалинам руинам Отстреливаются они По-моему, во всех бегает Потом в какую-то лодку они садятся и едут Вроде бы по воде На скутере? А, это первый Первый, да? Это первый вообще По воде, в смысле, по реке такой Да, 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 это первый На скутере Да, это первый Тоже не знает, вот считается заставка или нет Вообще ее можно пропустить Но я бы не сказал, что это сюжетная заставка хоть сколько-то Спецназ вышел из дома, все Музыка и скрутится Вася, как тебе саундтрек? Ну, не знаю Не запоминается для меня То есть, он может и хороший, но Сперва, для меня саундтрек делится на то, что я такой подметил И то, что я не подметил Тут как-то, ну, нет такого же То есть, например, когда я прошел Dishonor, ты там в конце Это Дэниел Лихтон начинает, ну, в конце, которая Как раз там что-то Я не помню, как называется Ну, в общем, в титрах она прям такая Ух, я тут так надо скачать Найти здесь такого нет Ну, тут такое Экшн саундтрек, вот сейчас идет экшн энд Какой-то, мы вот так назвать Вот он закончился На душе даже не умирают в перестрелке Ну, тебя, кстати, даур спрашивали, будет ли эта часть в истории серии? Да, конечно Последний У тебя просто на этот, на заставочке нет ее А тогда ее даже не анонсировали еще Ну, тогда ты заставку не переделал А будет скоро обновленная версия заставки Тогда еще этот не вышел даже Как он назывался? Темпл оф Осайрис Ну, его в заставку можно и не включать Он же такой Совсем побочный Там вот эта серия Лары Крофт Там отдельный выпуск Вот это вот явно плакат должен Это плакат РЖД Но тут написано РВР Что-то понятно И что там написано? Подожди Железнодорожный Часов Подожди Совет Поезд Ладно, тут слишком потерто Я не смогу сгенерировать название Чего-то там Изменяемого Кстати, забавно подметили Что Ларка вне катсцен Вообще нихрена толком не говорит А Uncharted Ну, там постоянно Дрейк что-то комментирует Ну Может быть Она там разве что связывается Там с кем-то по рации Так, тихо Опять заставочка Вот Единственное Мне показалось странно Когда вот знаешь Она Ну, это во многих местах Вещах такое есть Когда она подходит К какому-то там обелиску И внезапно Она одна И она такая Ох, вот он обелиск Так, это я могу прочитать Там Так, здесь написано И вслух начинает читать Я такой Кому вообще Ты это читаешь Сейчас Это странновато, да Игра вышла Или это демка? Игра еще не вышла Но у нас уже вышедшая версия А, кстати, Вася У тебя Прямо полноценная Сначала До конца Да Да Полностью Тут я не знаю Но это вроде заставка Да Это можно пропустить Значит, заставка Извините, что так приходится делать Но такие требования Ну да Тут просто народ Человек пишет Хватит пропускать заставки Я не Ребят, поскольку Я еще раз повторю Для тех, кто может быть Там пришел Позже Нам дали Возможность Постримить Некоторые этапы игры Но Скажем так Особые требования Мы должны выполнять То есть мы Не пойдем дальше Определенного момента И Мне приходится Проскидывать все заставки Либо игра выходит Только через полторы недели И вот Поэтому Поэтому По-другому не могу Вот это вот тоже Я не знаю Насколько это сюжетная штука Нет, это по идее Не сюжетная Она даже не пропускается Я просто перестраховываюсь На самом деле Слушайте Вася боится Что в какой-то момент Ему Позвонят в дверь Да, да, да Но это нет Это геймплейный кусок Это там затонувший корабль Что-ли Ну Что-то тут затонувшее Через что-то я там проплыл Нет Это нельзя пропустить Это не каста Кто говорил, что он там шапку должна одеть Она вон В воде плавает Не, ну у нее Все-таки хочу сказать Вначале у нее была шапка То есть как бы Мама проследила, чтобы она в шапке уехала Это просто так смешно Получается Смотри Вначале Она как бы полностью одета Там в куртке В шапке Вот И по идее По мере того Как ты будешь Блин, там в Сибири Тебе становится все холоднее и холоднее А Ларк все больше раздевается Так жарче становится Да, смотри какая жара просто происходит Все взрывается Таких моментов, кстати В игре довольно Еще и в прошлой части Таких было Тут тоже, кстати Довольно много Да, вот Что-то все взрывается подряд И ты должен всего убегать Так, а вот это вот Я вот никогда не понимал Знаешь, какой момент Когда она, чтобы забраться на высокую стену Вначале прыгает на На ее середину И как-то от этой плоскости Отталкивается наверх Ну да, там видишь, там какой-то магнезия Вроде помазана И типа может Проскакивает Ну не проскакивает Так, это мы пропускаем Это все равно, что двойной прыжок В реальности Не, ну как-то же там могут Эти всякие паркурщики Это делать Ну не совсем так Так, вот С этого момента По-моему заставки Ну то есть дальше Можно идти там в одно место Но там уже будет Как бы конец Разрешенной нам области Мы снова попадаем Вот в эту вот Хаб-локацию небольшую То есть вот это Всякие горнодобывающие вещи У нас есть еще целых 40 минут Я что-то немножко разогнался Ну поскольку заставки скипал Вот И мы тут сейчас походим Что-нибудь пособираем Повыполняем дополнительные задания В общем за рамки этой локации Пойдем только когда останется 10 минут Дойдем до момента Где нам можно закончить И там и закончим Вот так что В основном Можете почитывать Вопросы На них отвечать Потому что Скажем так Сюжетная часть Которую Можно было показать Она фактически закончилась Вот кстати как раз Дополнительная миссия Я подошел Тут лежит какой-то Рагнар Ладброк Вот Там за мостом есть пещера Волчье логово Надо одолеть волков Видимо он попросит Я эту миссию Не выполнял Еще в своем основном Прохождении И он говорит Если я перебью волков То он мне даст Пистолетный прицел Ну вот как бы Я пошел Убивать волков Задания отмечены Где-то тут должны быть Зеленым Кругляшком По крайней мере Вышки Которые надо было Снести Были помечены Зеленым Кругляшком Вот Не знаю там Прибавилось ли у нас Народу Кто смотрит Что-то вопросов нет Да ладно Как так Спрашивают 60 фпс Или 30 30 Проседают или нет Какие системные требования На самый минимум Xbox One Не минимальный Xbox 360 Пока что такие Макс Ты доскажешь Свою мысль Длиной Я же ему дал Закончить Ну продолжить Видимо Они хотят продолжить Можно Руду добывать Как в Майнкрафте Ну Продолжение Если так То Возможно Майки Предложили Вообще Финансировать Разработку Tomb Raider За право Этой эксклюзивности Потому что Скверы Случайно На Gamescom 2015 Пропалили Что уже работает На третьей части Ух ты Ну И то есть Раз уже Еще до выхода Этой То значит Это кто-то Финансирует Начинать продажи Смотреть Ну за эксклюзиве Я думаю Им отвалили Неплохо Ну Никако Не я говорю Может не только Отвалили Может они Еще и финансируют Прям Разработку Да Ну это такая Диванная Конечно Наше мнение Диванная Теория Да Теория Диван Может передача Такую сделать Диванная теория Вот кстати Идея Даур Можешь У себя Получить Какую Периодическую Передачу В итоге Подаешь Солода Он будет Генерировать На ходу Кого Диваны Диваны И теории И теории На диваны Можно сделать Целую Прям Знаешь Вебки Снимать Как вы на диванах Сидите Вот Нравится ли Что Задлары Увеличили Его увеличили Но его постоянно Прикрывают Чем-чем-то Да То штанами То трусами Третья часть Ну я думаю Что третья часть Также будет Эксклюзивом Ну Ну Судя по всему Да Ну Фиг его знает Нехорошо Пошло Сотрудничество Не ну Смотри Это Предложат ли им Как будто Эту часть Им предложили Да Предположим Деньги Про которые Солод Говорит Бешеный Но Насколько Это Окажется Выгодно Для Майкрософт Мы же Не знаем Еще Пока Вдруг Слушай Они купили Блин Этот Майнкрафт За какие-то Бешеные Ну это кто-то Пьяный был Короче Ну да Серьезно Это кто-то Сильно Набухался По-моему И не купил И перепутал Нолик Ты перепутал Студию Блин По-моему Они такой А давайте Может они хотели В маджонг Поиграть Просто Случайно Купили Маджонг Я не знаю Вот Тут Так А или стой Майнкрафт Может это Они хотели Шахту Какую-нибудь Золотую Купить Там Сруднение Рыбники Да Алмазную Вот Это я не знаю А тут Как бы Посмотрим Еще Насколько Оно там У них будет Выгодно Потому что Например Тот же Тайтанфол Жил Вон вторая часть Если она будет То они же сказали Что они собираются Делать ее Мультиплатформенной Так что И тут тоже Разные могут быть Варианты Вот я выполнил Квест А Стоп Это Это Я к другому мужику С другим квестом Пришел Так Ну сперва Надо Того мужика Найти Мне не нравится Что здесь Мостики Доски По которым Лара просто Ходит Бегает Вместо того Чтобы прыгать Там Перепрыгивать Как-то В смысле И прыгать Перепрыгивать Ну слишком много Бегетней Мало прыжков В открытом мире Ты можешь прыгать Ты можешь прыгать Да по ним Ты можешь на самом деле Если здесь Ганатный парк Навесить Если честно Тут и есть места Где можно Принцепить Расцепить Вот мне дали Прицел для пистолета Я его правда Чего-то не вижу Хотя на острове Так тебе нужно Кастрюш подойти Вроде там Прабыграть Прабыграть Пистолет Это Глушитель давался Сразу Да Это может Кострюм Допадает Здесь Так Где Где мужик Со вторым заданием Я его потерял Хотя на острове Там тоже было Так вначале Такие обычные Деревушки А потом Была там Какая-то горная Деревня Нужно было Постоянно Прыгать Ну надо Понимать Что это Фактически Там Одна из Первых Локаций Вот Перезапуск Перезапуск В предыдущей части Подобная Шахта Там вроде шахт не было Если Не, ну там был тоже какой-то снежный кусочек, он правда был небольшой Но был Но я не помню уже Я давно играл А я недавно тоже не помню Мы так стоят платье, но и не вывели, кстати В том, там Брейдер Нет, так надо мультик, что же дрочить Да, да, да Там уже немножко вроде осталось Спрашивать здесь можно романсить? Есть любовные сцены? Если только там С малышкой Бэмби, которую Лара там где-то подстреливает Как-нибудь аккуратно Ее добивает При этом гладит Так, мне Я потерял Вообще жалко, что они не развивают вот эту вот Лесбийскую сторону Лары? Нет Ну тот именно составляющий Что с какой-то там, с напарником, бегателем, что-то типа того Зато, может быть, одинокое приключение Хотя ты иногда бегаешь с тобой Так, я потерялся, где мужик? В коей стороне мира он находится А карты нет? А, вот я про нее вспомнил только что Нет, был точно на радиовышке Да, она в там еще мерзла Я только помню саму вышку Но напомню, она мерзла там, когда на нее лезла Ну да, но до этого была очень похожая снежная локация А, стоп, это тот же чувак Да или нет Куда вообще меня привело это? Можно ли приручить медведя? Да, и включается этот Wild Лара становится шаманкой Татухи набивает себе Лара влезает в медведя Так, здесь синий столб света Что такое? Я же пометил вроде Спрашивают, какой это год? Год, вроде начало 2015 То есть Прошлый прибор был 2013 год Прошло чуть больше года Не понимаю, где мне тут что-то подсвечивают И я вроде стою вместе подсвеченным А мужика тут нету никакого Но он опять день под землей Да нет, ну как вариант Закопался в снег То есть один ушел к пещере Зеленый берет Да, вот как Один из меня показывает там Но там, по-моему, как раз я зачистил пещеру Это тот туда ушел, нет? А, или вот какой-то еще стоит мужик Привет 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 Нет, это просто мужики поговорить со мной хотят Ну а что? Мужики одни тут в горах А тут, представляешь, Лара бежит такая Ты поговорил? Я тоже Не входило улучшить знания русского языка до третьего уровня До уровня третьего класса Экзамен надо сдавать? Там ЕГЭ какой-нибудь Ну вот это и есть, эти столбы, это и есть экзамен, считай О, вот союзники, да? Они кого-то похоронили Да Слушай, они там шкуры сняли, что ли, с животных? Или мне показалось, что они такие прям лежат без шкур? Ну тут бывают иногда животные валяются дохлые Так Кстати, не раз обращали внимание, что отвратительные субтитры В смысле, чем они отвратительные конкретно? Ну, какие-то... Цветные в смысле? Да А это можно выбрать? Это можно выбрать... Цвет, по крайней мере, точно можно выбрать Типа, чтобы различать, какой из персонажей говорить Это отключается Потому что, мне кажется, в предыдущей части тоже были какие-то такие похожие И, по-моему, там нельзя было отключать Нет, здесь точно можно металлические заграждения Вот я пока побегу по локации А, спрашиваю... Мужика, блин, где он? Будет ли битва с медведем? Ты доходил уже до нее? Она есть на этой локации? Нет, на этой нету Нет, ссори, ребят, не будет Да Russian, do you speak it? Мазафака Вот тут он точно должен быть Не бежать вплоть до того момента Не понимаю, почему его там нету Вот, мне синий стол показывает А, он тут туда дальше теперь показывается Наконец-то выбрал Выбрался вроде правильный мужик Все, я наконец-то нашел его Просто эти разваленные, они такие прям, знаешь Я помню, что в Ларе Ну, в первой этой вот Да-да Был какой-то там город Там, где еще огненные стрелы Как раз в первый раз берешь Вот я в нем плутал просто Ой, вот эти вот бараки, да? Трущобы, да? Да, там лазы, перелазы Что-то какие-то там эти пути Я вот там точно плутал Не мог никак выйти Собирая все эти предметы Ты будешь платину выбивать? Да, разумеется Через год Ну, вот да, еще очень Меня интересует вопрос Через год на PS4 Она по фулл прайсу выйдет? Потому что, ну, мне кажется Что через год Ну, нахер она никому не нужна будет За фулл прайс Ну, это я даже не знаю Не в смысле, нахер никому не нужна В смысле, какой у нее будет все-таки в итоге прайс Ну, а ты купишь ее по фулл прайсу? По фуллу нет Через год зачем? То есть, актуальность уже пропадет А вот если бы сейчас выходила Ты бы купила по фулл прайсу? Максим? Да, да, да Ты не слышал меня? Нет А, что-то скайп там заглючил А, да, да, да Если бы сейчас выходила Да, я сейчас бы взял Вот, а через год я за год Нарвусь на спойлеры Ой, да ладно Ты сам сказал, что Риана Пратчет И сюжет как бы не важен Какие спойлеры? Стоп, я не сказал, что сюжет не важен Я сказал, что у нее есть, в принципе, шанс Ну, учитывая там ошибки Предыдущего сюжета Сделать лучше И, ну, как бы Я вообще не знаю ее Я... Может, она может хорошо Потому что, ну, блин Ну, почему-то же ее наняли во второй раз Может, у нее контракт был там на три части Сразу Блин, ну тогда она молодец Она хорошо устроилась Да, бывает такое, что Ну, тогда вроде еще ее папа был жив Может, он ее устроил так Вот, знаете, блин Еще одна вещь такая Тут можно забираться на деревья И как ассасин по ним лазить И, по мне Вот эти вот перепрыгивания Выглядят немножко комично Ну, то есть, вот Когда Лара вот так вот прыгает С ветки на ветку За врагом А потом с этой ветки На врага прыгает и убивает Это, ну... Я не знаю, но... Что-то мне подсказывает Что это как-то неправильно То есть, ну вот... Насколько высоко я смогу забраться Да ты в прошлой части тоже по веткам Немножко прыгал Ну, как, да? Да были там прыжки по веткам Кстати, ветки, по которым она прыгает Это... Ну, судя по их форме Они, наверное, самые непрочные должны быть Ну да Она из них вполне могла Стрелы сильно варить Так, смотри, что это... Ну, Лара типа... Типа пушинка Что-то... Лара... Что такое? Подожди, я какое-то место нашел Про него мне ничего не говорили И сказали, что я волен исследовать О, барс! Снежный барс выскочил Ну вот, не с медведем Так вот, с нежным барсом Да, там еще рысь бывает Ну вот, или рысь это я не знаю Просто тут темно И... Так, рядом дополнительная гробница Испытания Я туда не могу Не, а рысь, они в пещерах не живут Так что... Рысь, они так должны У нас юный зоолог Ну, рыся, они обычно по деревьям лазят А, ну так это Лара, значит, рысь Она может тебе по деревьям Причем она может на какой-то вот Такие сучочки забираться просто А это барс, да? Не знаю, вот что-то вот есть Вот в этом вот во всем Неправильного, мне кажется Блин, пишут, что барс был в Красной книге Ну... Теперь я его исключил из нее Нежный барс Нежный, да Нежный, нежный барс Вот Я, кстати, пропустил там комментарии Мол, типа, разработчики говорили Что цена на PS4 будет занижена на 10 баксов Но вот это уже хоть что-то Так Собственно, я тут отвлекся на этих барсов и деревья Мне вообще надо телевышки ломать Спрашивают, был ли хоть один баг По ходу игры столкнулся? Нет Вот честно скажу, нет Чтобы вот прям баг Ну вот Я... Чтобы я назвал багом То есть там, ну может быть, как-то некрасиво чувак упал Там, может быть, вот сейчас Лара как-то отпрыгнул Так немножко, ну странненькая анимация Но вот это я багом назвать не могу Вот То есть так вот, как, например, там вот это вот Ведро ассасинское Или еще чего-то Хоть это тоже и не критическая вещь Но вот это я уже могу назвать багом Тут такого нет Не замечал ничего То есть Все в этом плане вроде хорошо Так Вот Все вижу Зеленые показатели еще не сразу разглядишь Я был как раз около вышки Так я оттуда ушел На ПК выйдет в начале следующего года Кто-то там спрашивал, на чем я буду играть Но если Xbox One успею взять Я буду на Xbox One Успеешь взять В смысле за год? Или до того, как она на ПК выйдет? Да А от чего зависит скорость твоего взятия Xbox'а? Ну вот От того, чего он мне будет стоить Ну так, ну ты же знаешь, там Леня говорил Я не буду называть, о чем речь, но ты знаешь Знаю, конечно Так что Все в твоих руках Я даже думаю, что мы с тобой сделаем такой, знаешь Совместный обзор У тебя В роли Ну вот Ты же меня позвал в историю серии Лары А Ну Тогда в обзор я напишу текст в двоечка и его озвучим Хорошо Надо только посмотреть, как они с твоей истории серии все, а то все времени нет А ты даже с собой не смотрел? Что? С собой? Не, с собой я включил этот момент сегодня Чтобы у меня была отмазка на эфире Да я помню, да, Васян всегда так, типа, сериалы он смотрит только те, которые Сам озвучивает, и то только те моменты, которые сам озвучил Конечно, да, да, не знаю Вопрос просто на хрена Что, на хрена я смотрю свои моменты? Да Чтобы посмотреть, как я хорош, ты че? Да ты же сам, когда записываешься, ты сам слышишь Не, ну оно как потом в итоге будет выглядеть Как ляжет Да, как ляжет, как оно вот в композиции с вами там будет выглядеть, звучать Это ж важно, ты че? А, то есть все-таки с нами, то есть ты все-таки куски смотришь Ну да, я там кусок там, типа, это вот Ну, ну, ты же знаешь, как неудобно плеерам там перематывать конкретно фразу Ладно, послушаю фразу солода, которая идет перед моей Так и быть Ну спасибо, сударь Что снизошли Так, че у нас еще пока есть? Народ Да Вы когда замолкаете, я сразу так смотрю на состояние связи с интернетом Не, не, все хорошо просто, но мы комментарии читаем А ты сам понимаешь, здесь не все по делу, а читать-то приходишь Че-то жалуется на ее анимацию, на ее движение Ну а что с ними не так? Ну не знаю, я смотрю, вроде все нормально Ну, тут смешно, ну, я не знаю, или тут плакать надо Главных переходов между анимациями Анимации пришли прямиком из предыдущей части А предыдущая часть, ну, поскольку она выходила еще там на прошлом поколении и прочее Она, опять же, возвращаясь к Uncharted, она по уровню, ну, там, я не знаю Второй, да, и третий, наверное, Uncharted То есть она хорошая По уровню анимации? Да Второй, третий, не знаю, по-моему, первый По уровню анимации Ну, ладно, хорошо Я говорю, вот ты понимаешь, вот у нее одна походка, например, вот там Не, если первый, то это даже, ну, даже лучше Просто я, ну, решил, как-то, не знаю, может, я что-то там путал Но, по моим ощущениям, тоже уровень первого Uncharted, да, первого А сейчас погуглите, Uncharted четвертый В нем, как бы, ну, писец, как чувствуется разница То есть вот, вот, анимация слишком резко наступает То есть вот, например, двойной этот вот прыжок, вот он Вот, когда ты нажимаешь второй раз, прыг У тебя как будто бы та анимация резко заканчивается И стартует вторая анимация То есть нет между ними какой-то промежутка плавного Вот такое действительно в Ларри Крофт я замечаю Что в прошлое, ну и, соответственно, и в этой части Также оно очень, очень вот, немножко А почему цена на плойку должна быть ниже? Потому что, блин, через год Есть такая вещь, как актуальность Есть такая вещь, как срок годности Вы же в стиме, там, например, когда покупаете на распродажах Через полгода, оно же стоит дешевле Потому что все уже поиграли Ну, то есть, скорее всего, анонсируют уже третью часть А на PS4 она еще не выйдет, вот эта вторая Да, то есть мало Кто хотел поиграть, могут поиграть там на ПК, на боксе На всем подряд уже в этот момент К тому же уже в тому моменту на ПК, там, в летней распродаже Клин скидки на этот Tomb Raider будут О, я пистолет разблокировал Можно будет сейчас сварить на костре пистолет Что-то подозрительно выглядит союзник Ну, а все равно он тебе предаст Он мне отмычку дал пока что Наверное, хороший парень, я думаю Вот, то есть Да все, блин, мужики, сначала подарки дарят Отмычку дают, да А потом нычку чистят То есть, вот у меня был револьвер Вот я скрафтил из кусочка в себе пистолет И сейчас я выгляжу, как Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда Я завтра иду А он уже завтра стартует? На завтра У нас даже, по-моему, сегодня ночью первый сеанс То есть, надо посмотреть То есть, через пять часов Я тоже думаю сходить посмотреть Бонда Мне надо посмотреть вообще с первого Завтра же среда, подожди Ну, вот у нас в среду А, у вас в среду день? У нас просто четверг день обычно Не, у нас тоже четверг, как бы обычно день премьеры Но тут предпремьера И, по-моему, первый сеанс реально в нули То есть, вот через пять часов Сейчас я жестоко обойдусь с мамой БМБ Я ее, смотри, я вот ее пострелял И вот тут такая фишка Она не убегает, как резная Если сильно стреляешь, она будет хромать, ковылять Я буду смотреть, как она мучается А потом забью То есть, всяких вот этих Вот я рога еще себе достал Впервые вижу ресурс рога И Слара оденет такую шапку с рогами Так, ну вот я думаю, что у нас остается 15 минут Я как минимум хочу сходить Дойти до той гробницы, которую я долго искал Че, я зря ее искал, что ли Дойти до момента, где начинается сама гробница И развернуться назад Потому что вот так Вообще, меня огорчает тот момент, что Судя по вселенной, которую они придумали для перезагрузки Там тираннозавров мы точно не встретим Ну, слушай Хотя мистика есть Слушай, в прошлом Том Рейдере были, блин, какие-то огромные самурайские доспехи Так что появление тираннозавра, знаешь Скажем так, в какой-то... Учитывая, что дальше там может быть Я не исключаю, что там теоретически могли бы появиться Я не скажу, что ничего другого Просто как бы чисто теоретически Я бы не удивился Вообще, если они еще раз ремейк сделают в первой части Опять получится лучше, да? Я не знаю Но вообще, я бы поиграл реально в первую на движке вот этом Было бы прикольно Да, наверное Хотя, блин, я помню, что Я проходил, кстати, универсари Я ее даже купил, а потом мне ее с видеокарты еще потырили разок Вот Я даже ее прошел, правда, что мне там боевка не понравилась На боевке там было 3 копейки, поэтому Не знаю, что я даже платинка выбил с удовольствием Ну и я-то в нее играл, когда она там только вышла Еще никаких Какие там консоли? На покажу Не, а я на компьютер тоже ее проходил, а потом уже Когда, кстати, похвалили заказченный контент Дивксон Спасибо Спасибо И еще Привет вам из Кузнецовска, город атомщиков Наконец-то я попал на прямой эфир, а то есть Дурацкая рабочая графика Все время в записи смотрел Спасибо, вы дочитаете там, там что-то про атомную Электростанцию Так, что-то не вижу Это На свече? Да все, все, вон Ну, этот Ну, дочитали? Что там про атомную станцию? А, вот Я не успел дочитать Спасибо за хорошее настроение Да, я работаю на атомной электростанции О, дела Спасибо, дружище Да Аккуратнее там Да, давай, мы за мирный атом Вот, кстати, можно заметить, как визуально меняются там колчаны Лары и все такое С прокачкой Ну, кстати, вспоминая тему про вселенную и что здесь нет тираннозавров Мне кажется, было бы угарно, если бы тут дрембинезоны шкуры тираннозавра можно было сделать? Броня с жопы дракона? Да, да, да Нет, если бы Дрейк бы сюда камео Ха, забавно Вот, кстати, сама гробница Ой, жаль, что такого никогда не будет Вот, но для этого тут надо решать загадку И я разворачиваюсь, потому что дальше нам идти нельзя Показывать, как решать эту загадку нам нельзя Но сам факт наличия Да, сам факт наличия, вот я показал Гробницы есть Их, в принципе, даже немало То есть вот на этой вот локации, на которой мы ходим Их три То есть вот одна, вот мы зашли Ну и там еще две есть И я думаю, что сейчас мы как раз пойдем типа дальше по сюжету У нас есть там еще как раз где-то 10-минутный кусочек До того момента, как мы все стопорнем Так что напоследок задавайте пока там ваши вопросы, интересуйтесь На канал не забывайте подписываться Напишите, кстати, кто из вас, кто сидит в чате, планирует приобрести Tomb Raider Ну, Razor's Tomb Raider Вот, когда она сейчас выходит на Xbox One или там на Xbox 360 На ПК-то понятно, там Это когда еще будет А вот сейчас прям вот кто планирует, у кого есть возможность И у кого есть Xbox One Да, ставьте плюсики в чате Да, давай, напишите Плюс один это Xbox One, а плюс 360, ну, соответственно Да-да Да, нормально, нормально Нет, минусы не надо ставить Нет, минусы это сейчас уже заполнится сейчас Я вижу два плюса Три плюса То есть три человека Четыре, да Пять, семь Восемь Десять Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Нет, смотри, кто-то будет у нас брать Ух ты, двадцать Тумбрейдер Слушай, сейчас могут плюсы с того пересечься Ты другой какой-нибудь символ предложи им поставить Хорошо, пишите Не знаю, не плюс, а Семь Равно, например Семь Хорошо, семь давайте Семь Кто купит Специально вот Xbox One Ну, либо бандл, либо именно для Ларки Пишите семерочку Или для кого Ларка стала, ну вот, последним, там, вот, тем, что, скажем так, переменило ваше мнение о том, что надо покупать Так, вижу, а Ведер, это наш модератор Это я Это Таур, если что Понятно Так, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, единиц Вот, как бы, вот тут самое издевательство Смотрите, вот можно срезать флаги Можно в Ленина кидать коктейли Молотова Повешенные советские солдаты Ну, вот Че-то, по-моему, слишком много семерок Мне даже кажется, семерок больше, чем плюсов было Двадцать пять я уже насчитал Ничего себе, слушай, ты А ты, Макс, говоришь, что она не, это, не систем селлер Ну, учитывая, что Microsoft ее так подгоняет, вот, к мастеру Чифу На всех плакатах, там В смысле... Ну, в качестве своих систем селлеров А, ну, да Ну, просто, как бы, забавно, что за месяц до этого вышел Нейтан Дрейк коллекшн Да все его уже прошли На третьей плойке А тут есть что-то новое Да, ну, все его еще купили Ну и, ладно, давай не забывать, что каждый, кто поставил... Не каждый, кто поставил семерочку, в итоге купит Плюс, сколько нас там человек смотрит Почти две тысячи И из них там плакать... Спасибо за стрим, очень ждал игру Скрасит ожидание четвертого Анчи Заодно сдую пыль с Хуана Вот мне человек за 300 рублей написал Пыль с Хуана, да Да, причем это непонятно Это, типа, вот он, как бы, с консоли будет сдавать в пыль Или со своего Хуана, смотря на Ларку, он будет сдавать пыль А может, вот такая же ситуация, Макс написала, там 30 человек, семерку, как на нашей сходке, а в итоге купит 60 человек Ну, это успех Ну, да Вообще, если честно, мне очень интересно дальнейшая сюжетная составляющая, но я не знаю, как будет в этой части, но мне очень хочется, чтобы Лара наконец-то встретила себе какую-нибудь пару Ты хочешь, чтобы все в сопливые романы? Не, но вот у нее в комиксах, например, были молодые люди, и там было без соплей Там все было очень клево Не, ну ладно, ладно, это я так тебя подколоть решил Я тоже за Мне кажется, это помогает очень развивать персонажа Вот, кстати, это как раз до крафта коктейлей Молотова То есть, точно так же, как с консервными банками, ты берешь бутылку Джека Дэниелса, которых тут огромное количество И вперед И да, народ, кто думает, что я тут прям бомблю? Я люблю Лару Крофт Я люблю эту серию И я не фанбой Uncharted Я пытаюсь их как-то объективно оценивать Если вы не согласны своими аргументами Ну, вы, может, не играли в Uncharted И у вас там прям прикипает, что ли При каждом его упоминании Я пытаюсь их сравнивать в разрезе Их, когда они выходили там И все это, учитывая вместе А так, нет, я очень люблю серию Tomb Raider Я прошел почти все части Я вот не знаю, то ли со стиками какая-то фишка Но вот как-то слишком резко движется прицел То есть, я вот как бы стик Сперва его двигаю, он не движется ни как прицел Чуть сильнее, он уже резко отодвигается А там, может быть, какую-то чувствительность нужно настраивать? Я настраивал чувствительность, как мог, да Ну, по-моему, это так и остается Внимание, одежда все время Чтобы это не значило Это я так оправдываюсь Это я так оправдываю, почему я тут часто мажу мимо противников Что-то стик не так ходит Да нет, стик не так ходит А что, по умолчанию неприятно было играть? Ну, вот, что-то да Мне пришлось там дополнительно настраивать немножко сенсу Не знаю, то ли я, может, привык уже Давно не сдавал пыль с Хуана И, может, это просто дело привычки Горючая преграна Так, сейчас Скоро как раз уже будет финал Кстати, да, она у тебя здесь помирала так жестко? Как в прошлой части? В смысле? Что это значит? Ну, в прошлой части, там, например, катишься там по склону Не успела вернуться и прям там Ну, арматура и в башку вырезается там Ну, ее там так жестенько расстреливали в воде у меня один раз Я просто не так часто умираю На самом деле Но подозреваю, что да Так же тут все с этим Так Куда-то какие-то А, вот сюда А можно ли менять камеру при стрельбе за другое плечо? Да, да, можно Пожалуйста, поменял разные плечи Так, сейчас я забыл, что он улетит Ну, вот так, ну, по-моему Ну, так, ну, ладно Ну, уж, ну, стерн таки надо Я забыл уже этот момент Невидимая стена огня Да, я тоже заметил Не стал комментировать, но заметил Там все вокруг сгорело, но вот Тут догорало Догорал камыш Ой, вот опять у меня этот прыжок боковой Я хотел прыгнуть вверх, но при этом стиком еще полз вправо И обычно Ну, она Ну, в других некоторых играх Они там, как бы, понимают Что ты хотел сделать Что ты хотел сделать несколько другое А не сначала не покончить жизнь самоубийством Так Стену огня обойдем А, вот, все, вспомнил Вот сюда мне и надо Ох, ты как упал Да, да, да Вот это я, потому что нажал немножко вправо Держал стик по-прежнему, чтобы ползти И прыжок вверх нажал Это был прыжок веры Хотя мне на какой-то момент даже показалось, что Тебя это не убьет Потому что ты тут в какой-то момент С такой тоже вроде охерительной высоты грохнулся Но ничего, лорка упала Встала и дальше пошла Ну, там еще можно прокачать, чтобы она там Нажимаешь букву B И она, типа, вообще норм С больших высот Видимо, как это, как Fate is Mirror's Edge Как раз у нас остается Три минуты Три минуты, да Ну, я как раз сейчас буквально Где-то в этих, в районе трех минут Мы дойдем до того места, докуда нам разрешено показывать И И закончим на сегодня Я думаю, что Ну, как я уже сказал Мы еще раз вернемся К Ларри Крофт Когда она уже выйдет Это будет в блоговом формате? Ну, как сказать Не знаю Как договоримся Вот Ну, как бы на главном канале будет А там в блоговом, не блоговом Какая сейчас разница? Да что ж такое? Это не потому, что я был так сильно зол на то, что разбился и начал бить Просто мне таракан пополз, не надо было его грохнуть А вот что еще хотел спросить Как раз вот Вижу, что она луком душит кого-то Да Она когда сзади подходит Она всегда одна Одинаковым способом Вот, кстати, да Почему-то она постоянно Когда Причем даже Когда не просто сзади А когда ты вот его в ближнем бою убиваешь А потом над ним Этот значок Y Она тоже его постоянно луком душит Потом я прокачал Она вроде начала его убить Этим своим Ледорубом Вот Но что-то да Как-то вот анимации ближнего боя Добивания Я что-то много не заметил Но там джеда в прошлом Тоже было с прокачкой Она там еще стрелой могла в колено, по-моему, всадить Да Что-то такое было Там душа Я, кстати, не понял, почему она Ледоруб Ладно, я понимаю В Сибирь взяла с собой ледоруб Но зачем она в Сирию с собой брала ледоруб Я не особо понял Потому что по гробнице Пророка Мы ходили с ледорубом Ледоруб А вы скучаете по акробатическим сальтухам Лары Блин, акробатические сальтухи всегда были Кольной темой Ни к чему Нет, они просто Они были, как бы ты мог их крутить Но они никак не были оправданы С точки зрения игрового процесса Они нигде не были нужны А, подожди Как это не были? Уворачиваться от противников Отпрыгивать Перепрыгивать А, в смысле эти сальтухи Все, да Я вспомнил Помнишь, как в этой там легенде были Там, когда можно было подряд там сделать Что-то переворот А, просто, да Фляк, сальто Да, да, да Вот, они были не нужны А те, да Ну, сальтухи это были прикольные Но, не знаю Вот В таком формате Зачем здесь сальтуха? Просто, в старых ларках Она прыгала задней сальтухой Блин, в два своих роста Вот И как бы так можно было запрыгивать Но в реале так никто не прыгает В реале я видел Один чувак Это единственный вообще, кого я видел Он делал с места заднее сальто Бланшем Ну, то есть, прямой Но, блин Это было Из серии Он выпрыгнул прям Пипец как Еле, 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 еле докрутил Вот Так что, ну, в реале, конечно, так не скачет У меня пока предфинальная разборка Так Там, наверное, уже сейчас главное пропадем Но, неважно Я закончу таки До нужного момента А потом Мы попрощаемся В принципе, это было такой фишкой лары Акробатика именно Ну да, помнишь, там можно было Когда висишь Можно было спичак сделать Ну, а на стойку на руках Да, да, да Ну вот Это было клево Я надеюсь, что в следующей части Она пойдет уже на курсы акробатики Ну, просто это было клево Но ни разу, как бы, не нужно Вот Но, кстати, вот спичак могли бы оставить Он прикольно выглядит Так Так, так, так Я пытаюсь сориентироваться, куда мне бежать Просто вот эти все развалины Никогда не знаешь, где тут проход, а где просто такая дырка декоративная Наверное, в тизере следующая часть Она снова будет у психолога сидеть И он такой Мисс Крофт, вы меня неправильно поняли Чему не учитесь Даур, я не знаю, к чему это Но хочу зачитать Элис Батта написала Даур, родители почти уломались Спасибо огромное Я не знаю, к чему это Но поздравляю тебя, Даур Я не знаю, к чему это можно рассказывать Ну, то есть это не то, что ты ломал кого-то купить Иксбокс Ван вместе с Ларкой А, нет, нет, нет А я тоже, кстати, об этом подумал Не, Вась Ну, понятно Да, возможно, и такие есть Кому-то помог уговорить родителей Не, насчет Насчет Иксбокс Ван Может Может, кому-то понравилось превью настолько что А, да Там просто писали люди Ну, превью у тебя было очень воодушевленным Прям чувствуется, чувак ждет Да Я сейчас вообще с таким удовольствием смотрю Все, что происходит здесь Ну, блин, да, я бы тоже поиграл Я тут просто буквально вчера, что ли, выиграл платину во втором Uncharted И... Пса в Ларку попогонял Это был небольшой обрывчик, но ничего Твою фразу я слышал почти всю Так И, собственно, ребят Тут? Да Вот это мы взорвали преграду И дальше вот этой преграды нам идти нельзя Поэтому мы дошли до того момента, который... Который нам разрешено было показывать Мы сегодня вам за полторы недели до выхода или... Когда она выходит вообще? Ну, десятого Пятьдесятого, да А почему у меня в ДНД написано тринадцатого? А в Европе тринадцатого, в Америке десятого А, ну тогда тринадцатая, потому что у нас Европа все-таки считается Поэтому полторы недели действительно там еще до выхода Мы показали вам одну локацию там из самого начала Одну вот эту большую локацию, которая уже ближе... Ну, она не ближе к середине, но она уже значительно после начала Так что вы вполне могли убедиться Что из себя представляет Rise of the Tomb Raider Нужно ли оно вам? И стоит ли ради этого покупать Xbox? Как мы выяснили, кто-то даже это планирует сделать Да Да, да, вон Даур подтверждает, что он планирует Я точно планирую Вот, поэтому, в общем, на сегодня, на этом у нас все Можно пару вопросов? Конечно, давай, напоследок могу А вот скажи, ты на Xbox One же много игр играл уже? Ну, да Ну, вот по графике, вот, эта игра, она как-то, ну, выделяется на фоне? Ну, как сказать, в целом, в таких, знаешь, заставках, там, кинематографичные Действительно, очень приятно смотреть на окружающие действия Что касается других игр, ну, вот, этот Rise выглядел тоже очень хорошо на Xbox One То есть, ну, вот, это вот, можно, скажем так, сравнить вот их То есть, и то, и другое, оно выглядит хорошо А, есть графическая составляющая? У меня претензий нет никаких А есть, которая еще повыше Повыше, чем Lara на Xbox One? Повыше, чем Rise, там, и так далее На Xbox One нет, наверное То есть, на PS4 я бы назвал, там, например, бы, Орден и Until Dawn Там-то понятно, да Да, здесь нет, наверное, для Xbox One, вот, она Кто-то там, правда, говорил, что Halo 5, там, типа, самая красивая игра на Xbox One Но я не играл, и что-то по роликам я бы не сказал Понятно Так, наверное, да До вот этого момента нигде на YouTube нет геймплея Это точно В смысле, вот до вот этого сгорания? Да Но намного раньше они все заканчивались Ну вот, ты можешь посмотреть сейчас в тот файлик, который я тебе скинул Я дошел до обозначенного там момента Угу Все, что... Чтоб не было ко мне претензий В общем, да Мы уже все обсудили, все выяснили В общем, вы смотрели StopGame.ru Первый взгляд на Rise of the Tomb Raider С вами были Василий Гальперов, Даур Авицба, Максим Солодилов Подписывайтесь на наши каналы, приходите на наши трансляции И, возможно, мы чаще будем показывать вот так вот эксклюзивно какие-то игры Если вас будет очень много Да, всем спасибо, спасибо за ваши вопросы За ваши плюсики И семерочки И семерочки, особенно Да, всем спасибо, всем до скорых встреч